Со Стасом мы провели уже очень много мероприятий, и Стас сам проводил мероприятие в Москве. Стас, привет, я тебя вижу, слышу. Привет. Да, отлично. И самое важное, ну, на мой взгляд, что сделал Стас, Стас, я тебя маленько хвалю здесь, вот, Стас разработал, разработал стандартную профессию, мы так это говорим, да, стандарты, профессиональные стандарты, расписал все наши компетенции, разложил их по полочкам, и на основе своего богатого опыта написал энциклопедию по дизайну и комплектации. Я считаю, что это, ну, это самая крутая штука, которая сейчас помогает, ну, там, сотням дизайнеров, ну, в тысячам, наверное, даже уже, правильно выстраивать бизнес, находиться на рынке, плыть в правильном направлении, да, и организовываться. Сегодня у нас лекция как раз и вы будете говорить о стандартах профессии, о них как основных факторах развития сферы дизайна, но вообще с тобой можно говорить на любые темы, на самом деле, это точно, вот, поэтому я все-таки жду, что еще и наши слушатели будут задавать вопросы в чате, ну, а ты, соответственно, на них отвечать. Всем еще раз доброе утро, добрый день. Сегодня у нас интересная тема, стандарт профессии. В принципе, я уже об этом рассказывал, да, можно посмотреть предыдущие темы о том, что это такое, как работает, да, с чем едят, и как использовать для сотрудников как карьерную карту, либо для руководителей как тема для найма. Сейчас очень кратко, наверное, об этом расскажу. Ну, и сегодня хотелось бы пообщаться с вами, потому что, ну, всегда здорово, если есть какие-то вопросы конкретные, да, мы всегда их сможем задать, рассмотреть и, ну, собственно, помочь вам максимально. То есть у меня есть такая способность, да, я могу системно отвечать на разные вопросы и показывать, где что-то работает, где что-то не работает, почему это происходит и что с этим делать. Я сейчас говорю о нескольких темах, о личной эффективности дизайнера, о работе в команде, о делегировании, о общении с клиентом, о продажах, да, переговорах, ну, в общем, обо всем том, что вам может пригодиться. Также мы можем поговорить о творчестве, но здесь я думаю, что эта тема отдельная, именно творческая составляющая, да, творческий потенциал, да, как его развить, что с ним делать. Я думаю, что здесь многие дизайнеры. Напишите, кстати, кто дизайнер, уже работает, у кого сколько проектов, давайте немножко познакомимся. Я буду читать сегодня ваши комментарии, сегодня у нас будет такое, как радиоэфир, поэтому будем смотреть, у кого что получается. То есть по творчеству я думаю, что вы сами разберете, а вот что дополнительно, как это творчество огранить, как единый какой-то такой кристалл, да, и продать это дорого для клиента, мы сегодня поговорим. Также, если кому-то будет интересно, можно обсудить вопрос взаимоотношений с премиум-сегментом, с VIP-клиентами, да, как помогает системность и привлечение и использование стандарта, ну, как бы больше проекты брать, более интересные, больше зарабатывать. И что еще? И также философия, идеология, уникальность. Вот такие вот основные мои темы. Надеюсь, я вас не запутал. Темы разнообразные, обширные. Почему так? Ну, потому что я считаю, и на собственном опыте убедился, что дизайнер профессиональный, он обязан знать и уметь делать многое. Это недостаточно только чертить, недостаточно делать только какие-то проекты, да, ну, я имею в виду графических составляющих. Нужно уметь презентовать, общаться. Вот из этого состоит и коммерческий, и эмоциональный, и творческий успех дизайнера. Так, вижу, дизайнер 2 года, дизайнер-дизайнер, Евгения, супер, Анна, отлично, 4 проекта, начинающий, супер, хорошо. Окей, напишите, пожалуйста, давайте сейчас с вами начнем работать, для чего вы здесь, то есть какая у вас цель вообще ближайшая. То есть у каждого из нас сейчас есть некая точка, где мы сейчас находимся, кто-то начинающий, у кого-то опыт, какая ваша следующая точка для развития, какой следующий шаг вы для себя видите. Напишите, пожалуйста, сейчас мы посмотрим, и из этого я постараюсь презентацию тоже рассказать и помочь, может быть, даже лично вам. Итак, вопрос такой, какая у вас следующая точка для роста? Что вам не хватает для того, чтобы быть более счастливым, лучше проекты делать, брать более качественные заказы клиентов, больше зарабатывать, больше клиентов, поток клиентов, делегировать? Да, пишите, создать свою студию с наемными сотрудниками, увеличить поток заказов, отлично, команда, команда хорошая, мало заказов, клиенты жадные, клиенты жадные, замечательно. Так, знаний много не бывает, все меняется, надо не отставать, окей, хорошо, сменить сферу бизнеса с фото-видео-продакшн на дизайн-визуализацию, кстати, классно, да, интересная идея, делегировать, хочу проект 1500 стабильно, стабильный поток клиентов, найм сотрудников, делегирование, в общем, пока у нас лидирует тема, либо клиенты, первая тема, да, либо заказы клиенты, да, это первое, да, и второе, это кто будет это делать, создание команды. Вот VIP уровень кто-то хочет, Татьяна, ага, создай студию с наем, отлично, отлично. Хорошо, это цели вы написали, хорошо, давайте я сейчас отобью, сделаю отбивочку небольшую, смотрите, цели написали, супер, что вам сейчас мешает? Это второй вопрос, вопрос номер два, почему у вас сейчас нет команды, почему у вас нет клиентов, которые вы хотите, почему у вас нет вот этого уровня, что сейчас мешает? Давайте, напишите, как есть, посмотрим и поработаем сегодня с этим. Так, меняю сферу деятельности, есть проект один шаг, сделать что-то, сделать один шаг, второй шаг получить еще заказы, плохой портфолио, нет портфолио, не могу понять как, что можно отдать другим, не пойму понять, как делегировать, да, то есть нету системы. Хорошо, нехватка финансов, правильная организация, не люблю делиться, недостаток знаний и опыта, не знаю, где искать клиентов. Так, доброе утро, да, так, спасибо, я тоже всех рад видеть, с удовольствием помогу, если с чем-то сегодня будет мое выступление полезно. Так, не умею делегировать, ага, опыт небольшой, портфолио маленькое, не хватает личной эффективности, заказа есть, но времени не хватает. Тоже про личную эффективность поговорим, недавно, буквально пару дней назад пост написал, ну там, интересно по этому поводу, в общем, расскажу свое мнение по личной эффективности. Ага, страх, что сотрудники разбегутся с моими клиентами, о, интересно, да, тоже такое бывает, нехватка времени, самокритика и страхи. Хорошо, я почему спрашиваю, потому что, ну, лекцию я могу давать и читать бесконечно, да, их можно посмотреть очень много на нашем YouTube-канале. Сегодня хочется поработать именно с вашими вопросами, давайте, насколько мне удалось запомнить. Я сегодня постараюсь как бы их раскрыть, да, скорее всего, и помочь вам с ними справиться. У меня не будет какой-то конкретной презентации, не буду, наверное, отвлекаться на то, чтобы написать. Я буду работать с вами, буду давать сейчас некую теорию. Вы можете конспектировать ее на... у себя где-то и задавать вопросы, потому что тогда я смогу более детально что-то вам подсказать. Хорошо, я понял ваши вопросы, спасибо, мы к ним сейчас вернемся. И я думаю, что у нас сегодня время есть за полтора часа, я думаю, за час мы с этим всем справимся. Итак, поехали. Базовое введение, наверное, хотелось, да, все-таки, наверное, те, кто еще меня не знает, я покажу парочку, наверное, проектов своих. Вдруг здесь кто-то есть, кто со мной еще не знаком. Вот это наш сайт, у нас есть проекты, проекты у нас есть классические, современные, есть достаточно такие бюджетные, да, вот они примерно такие. Ну, здесь ничего необычного, это недорогая квартира, там за 4-5 миллионов. Есть, наоборот, очень сложные, вот такие вот, это в Киеве квартира, недавно доделали, выложили. Это такой, наоборот, с мансардной получается такая история, и достаточно она, ну, такая получается необычная, да, мы уже делали такой проект в Алых Парусах, может быть, вы видели. Вот, есть достаточно стандартные проекты, но, тем не менее, интересные, вот такой вот дом, это премиум, клиент в дорогом месте, все из дерева, мы делали здесь дом, делали пристройку. В общем, проектов у меня достаточно много, есть как частные, так и корпоративные, да, вот мы находимся на нашем сайте. Вот дом один из тоже интересных проектов, в чем его необычность, в том, что у нас была задача из дома 400 метров сделать больше 800, то есть мы практически, вот он был как бы вот такой вот небольшой, вот такой вот примерно, мы его добавили, этажи добавили, добавили мансарду и сделали, ну, большое достаточно решение. Работаем в разных стилях, вот даже такие реконструкции делаем, вот из такого старого тоже домика в Сочи, реконструкция дом. Поэтому мы создаем эскизник, да, и дальше вот такие вот визуализации, по которым уже потом делаем рабочку и строим. Работаем в России, за рубежом, в общем, и основная наша тема, что мы делаем это удаленно, то есть наша работа, мы перестроили свою студию благодаря системе, благодаря стандарту в том числе. Нам удалось построить такую студию, в которой есть ведущий дизайнер главный, который работает с клиентами, есть арт-директор, который отвечает за качество, за концепцию, их может быть 2-3, сколько угодно, у нас их 2, я и вот еще там мой партнер. Есть ведущий дизайнер, который работает, я сам тоже работаю ведущим дизайнером на некоторых проектах, кто-то работает просто дизайнером, кто-то чертежником. В общем, у нас есть распределение некой обязанности. Так, давайте я сейчас вам покажу, наверное, кратко тоже по стандарту профессии, сразу покажу, где находится, вы можете зайти на сайт. Вообще, в целом, если вам будет полезно и интересно, кто-то еще не видел, не знает, заходите тогда ко мне на сайт и пишите стандарт профессии, либо заходите ко мне в Инстаграм и пишите мне в личном сообщении, я вам пришлю вот эту ссылочку. Да, в Инстаграм тоже всем рекомендую подписаться и сегодня я, наверное, покажу вам тоже интересную особенность. Вот он, значит, Инстаграм, я здесь публикую видео, публикую иногда там разборы, работ, можно посмотреть в Инстаграм ТВ, в общем, полазить, поизучать. Но я хочу вам рассказать интересную и показать вещь. Вот, обратите внимание, кто будет заходить на Инстаграм, во-первых, подписывайтесь, да, обязательно вот сюда. Но еще одна интересная прикольная штука по самопрезентации, мы сегодня, я думаю, тоже это затронем частично, я это еще никому не показывал, недавно мы сделали. Это так называемая контентная визитка, презентация своя, собственная презентация для клиентов, для тех, кто хочет со мной познакомиться. Вот такие презентации делают очень прикольно. То есть это такой срежиссированный Инстаграм получается. То есть мы пишем суть вопроса, пишем пояснение, снабжаем картинкой. Суть вопроса, пояснение, картинка. Здесь можно познакомиться. Вот, давайте я сейчас сделаю базовую самопрезентацию, вы увидите, насколько прикольно, интересно. Кто чем занимаюсь? Занимаюсь строительством, дизайном, архитектурой, написал книгу, преподаю в школе дизайна. Вот это основные вещи. Дальше, показываю картинку, что я в итоге сделал. Сразу даю проекты в России, в Европе, в США, то есть у меня можно международно заказать. И сразу же об этом пишу, что в нашей студии можно заказать дизайн. Работаем в Москве по всему миру в удаленном формате. То есть тут же закрываю сразу же вопрос, что у меня можно заказать, чем я могу быть полезен. Далее, показываю картинку, какая у меня есть. Далее, для профессионалов. В школе обучаю дизайну с нуля, помогаю найти заказы, построить личный бренд, организовать системный бизнес. То есть моя компетенция, я учу с нуля, я знаю, как это делать технически. Я умею системно привлекать клиентов, могу научить любого человека упаковывать и привлекать клиентов. И также я умею строить системный бизнес. Я это делал уже не один раз, наверное, даже не одну сотню раз среди наших клиентов и студентов. Вот я об этом сейчас рассказываю. Эта презентация достаточно общая получается, потому что у меня очень много сфер деятельности. Но я вам рекомендую сразу же, да, вот один из вопросов, почему нет клиентов, или как их добиться, либо добыть, сделать некую самопрезентацию, чтобы клиенту было понятно, про что вы, чем вы можете быть полезным. На меня здесь 100% формироваться не стоит. Почему? Потому что у меня мультиязычная, да, мультифункциональная специализация. У меня 5 типов клиентов разных. Я работаю для людей, у которых есть недвижимость. Я работаю для начинающих дизайнеров. Я работаю для опытных дизайнеров. Я работаю для бизнесменов. Я работаю для поставщиков. У меня 5 аудиторий. То есть у меня достаточно сложная эта идея. Но вам так не надо заморачиваться, как я. Вы можете просто выделить свой продукт, описать себя, кто вы чем занимаетесь. Для одной аудитории этого будет более чем достаточно. Вы уже выделитесь на общем фоне пресных портфолио и непонятных людей. То есть это уже будет очень хорошо. Я вам конкретно сейчас кейс, инструмент показываю, который вы можете использовать уже сегодня. Уже завтра вы можете сделать себе такую упаковочку. Дальше. Рассказываю. Мои проекты для известных компаний. Здесь я даю некую социальную доказательность, что я работаю с известными компаниями. Значит, смысл какой? Смысл очень простой. У меня, если заказывают крутые ребята, то, соответственно, и опыт у меня тоже есть. И с вашим небольшой квартирой я тоже справлюсь. Также я пишу, что есть частные и корпоративные клиенты. Здесь можно заморочиться и перейти дальше. Вот, допустим, на частных нажимаешь и смотришь именно для частных. Можно заморочиться перейти на корпоративных и посмотреть, что мы делаем для корпоративных. Можно ничего не делать и не уходить в дебри, а просто читать, скролить эту историю как с компьютера, так и с телефона. То есть это очень полезная такая тема. Дальше. Опять социальные доказательства очень важны. Если они у вас есть, надеюсь, они у вас есть. Может быть, вы были где-то на конференции. Может быть, вы выступали. Может быть, вы просто там были. Пишите. Да, я обучаюсь. Я дизайнер, который постоянно обучается новому. Это тоже очень ценно, достаточно для клиентов. Вот. У меня здесь получается печать в журналах. Может быть, ваша работа тоже печатали в журналах. Показываю конкретно доказательства. Дальше. Статус экспертности – это книга. То, что я вам уже показывал. Да, вот она стоит. Книга, энциклопедия, дизайн и комплектация. Я всем, кстати, рекомендую. Это действительно. Ну, кому полезно то, что я сейчас рассказываю, кто видит, что я не чушь какую-то несу, а действительно пользу даю. Что у нас максимально конкретно все. И в книге то же самое. То есть в книге у меня концентрированная информация. Все, что сейчас я рассказываю для упаковки. Дальше. Я показываю, что книга очень востребована. Прямо пишу. Книга очень востребована. Читатели оставляют отзывы с благодарностью в Инстаграм. Можно зайти в Инстаграм, посмотреть. Там 200 отзывов. У меня уже там не влазят они. Вот довольные ребята. Вот, кстати, Андрей тоже тут засветился. Спасибо за сториз и за отзыв. Значит, вот мы выкладываем. Пожалуйста. Значит, для обмена опытом веду дизайн-конференцию. Опять же, я являюсь организатором и двигателем прогресса. Здесь это все становится понятно. Выступаю с мастер-классами в лекциях по всей стране. Пожалуйста. Все есть доказательства. Разработал стандарт профессии. То, о чем мы сегодня в том числе, я думаю, поговорим. Ну, тема заявлена. Но я думаю, что вы не против, да, что мы будем делать какие-то отступления. Буду показывать самые яркие, самые такие жаркие фишечки. Вот, поэтому слушайте. Это будет очень полезно на внедрение. Значит, дальше. Основал школу дизайна. Сразу наши выпускницы, довольные девушки. Красавица. Выполнили работы. Мы на выставке встречаемся. Ну, вот такая вот фоточка. В 20 авторских курсах. 4 системы. То есть, есть обучение. Оно разделено на систему. И каждое из обучений, то есть, можно пройти кому надо. То есть, есть дешевый, бесплатный, вот как я сейчас даю, бесплатный интенсив. Пожалуйста. Берите, используйте, внедряйте. Кто хочет быстрее, кто хочет личного моего участия, кто хочет со мной персонально работать за 3 месяца, мы строим вам студию прям персонально. Такие уже опыты есть. Я сейчас работаю с некоторыми дизайнерами с личной интеграцией. То есть, мы берем за 3 месяца, просто разбираем по косточкам и строим. Я вместе с ними строю студию. Очень подстребованная такая услуга. Вот. К сожалению, сейчас уже мест нет, но вот через пару месяцев появится. То есть, мы в процессе сейчас. Некоторые уже закончены. Значит, выпустил 1000 выпусков учеников, систематизировал творчество. Это то, о чем мы рассказываем. Да, немножко такую шуточную картинку. Это шуточная картинка, стереотип. На самом деле, не работаю под пальмой. Мои позиции и принципы. Вот на этом я хотел остановиться чуть подробнее. Потому что позиция такая. Я здесь показываю, что я считаю. Что я считаю действительно работает, что считаю действительно ценным. И здесь очень просто, да, что дизайн – это технология. Что это значит? Это значит, вы можете научиться. Научиться может каждый. Я не говорю стать гениальным дизайнером. Я не говорю стать супер каким-то известным и топовым. Это тоже, в принципе, можно. Потому что это тоже проектируется. Но нормальным, хорошим дизайнером, заработком до миллиона рублей, любой сможет стать. Это технология. После миллиона рублей, до миллиона долларов дойти. Это уже больше творчество, призвание, еще что-то. Но до миллиона рублей абсолютно понятная схема. Если, кстати, будет интересно, сегодня время останется. Я вам ее расскажу. Вы увидите, что это действительно очень просто. Если действовать последовательно, если свой мозг развивать, если обладать необходимыми навыками. Поэтому я на этом убедился. Это не просто мое голословное заявление. Я сам, да, не супер какой-то талантливый человек. Я просто как бы умею разбираться, умею действовать, делать то, что нужно. Вот. Поэтому результаты, то, что видно, это результат действий, а не супер какого-то таланта. Так. Дальше. Зарабатывать на любимом деле наша обязанность. Тоже очень важная вещь, потому что многие думают, что вот сейчас я буду делать, а меня супер как-то оценят. Или вот клиенты жадные, да, как кто-то сегодня писал. Ничего подобного. Если клиенты не жадные, они не понимают ценность, за что им платить. Вот, я бы сказал так. То есть первое, что нужно сделать, это не винить кого-то в жизни, потому что мы никому не нужны. Ну, то есть по большому счету. Только сам себе и, ну, там, не знаю, ближайшим родственникам, да. А в целом, значит, никому ты не интересен. И все, чем ты интересен миру и людям, только то, насколько ты пользу несешь. Соответственно, если клиенты не хотят тебе платить, это не жадное. У них же есть деньги. Они не хотят платить именно тебе, именно за эту услугу. Соответственно, вопрос в том, что ты предлагаешь. Да, есть клиенты, не спорю, есть клиенты технические и клинические, да, такие упертые, когда говорят, я вот сам все сделаю. То есть это уже внутренние их проблемы. Но если мы говорим, что человек хочет не сам делать, а хочет заказать, он все равно закажет. Вопрос как бы у кого и вопрос понимания, что, и когда он будет платить, когда он будет понимать, что с вами он сэкономит больше денег и времени, нежели без вас. Соответственно, объяснить это клиенту, это наша обязанность. Наша обязанность построить такую систему, в которой мы будем востребованы. У клиентов нет обязанности покупать. Вот забудьте об этом раз и навсегда. И этим должны заниматься мы ежедневно, помимо работы. И третье, эта система, это залог успеха. Все, что я рассказываю, все, что я даю, то есть можно на эмоциях что-то делать, слушать лекции, ходить на конференции, слушать семинары, вебинары, и думать, я вот когда-нибудь вот стартану. На самом деле нет. Как это ни печально, любой результат – это действия, понятные, простые, последовательные, которые ведут к какой-то цели. Все, ты поставил цель, и ты потихонечку действуешь. Сначала у тебя не получается, но если у тебя стратегия построена правильно, то у тебя будет все получаться со временем, и ты увидишь результат. Точно так же, как в спорте, если кто-то занимался, самый простой пример, когда ты ставишь себе цель пробежать сколько-то, сначала ты бежишь запыхавшись, на следующий день не получается, потом ты бежишь километр, потом полтора, потом два, потом десять, левая пятка, легко. Это все достаточно муторно, нужно иметь силу, волю и желание, но кто имеет, тот имеет, а кто не имеет, тот мучается. Поэтому это тоже наша обязанность. И системная, последовательная работа над собой – это залог успеха. Я вам не отдаю какую-то там супер волшебную таблетку, да, супер какой-то мега рецепт, нет. Есть система, которая ведет просто к результату. Так, да, давайте все-таки добью, наверное, это будет полезно. Так, окей, позиции принципа сказал, вы тоже можете указывать в своей презентации позиции принципа своей. Что вы считаете? Я считаю, что дизайн должен быть для каждого доступен, что дизайн не должен стоить дорого, что дизайн должен быть с натуральными материалами. Или наоборот, да, то есть вы можете любую свою тему рассказывать и говорить, я считаю так. Всегда будут люди, которые к вам придут, вот это же мои позиции и принципы. Кто-то сейчас с ними согласен? Кстати, напишите, кто согласен с этими принципами. Кто не согласен, напишите, я не согласен. Ну и почему? Это нормально быть не согласным. Это мои позиции и принципы. Если вы не согласны, ничего страшного У вас свои, вы просто тогда свои пишите И к вам подтянутся ваши люди, которые близки вашей позиции Кто-то скажет, я вот считаю, что мне все должны, например Ну окей, и есть люди, которые реально с этим как-то работают Это нормально, абсолютно замечательно Показываю, дизайном живу, применяю себя Вот мы сейчас находимся вот здесь Вот это вот, я вот нахожусь вот здесь Мы построили себе такой дом-офис Вот это себе пристройка, там этого всего не было Вот этого не было, это вот мы сделали Поэтому я показываю, что сапожник с сапогами Все нормально, вот можно кликнуть тоже, посмотреть Что там внутри, значит там есть студия В общем там я рассказываю, вот наша студия Да, вот я сейчас здесь сижу, вот вам рассказываю В принципе, то есть это тоже можно посмотреть Кстати, недавно вот по этому видео У нас тоже клиент нашел один консультацию Говорит, вот мы тоже будем строить такую студию И вот вчера я давал консультацию И вот после этого совершилась сделка у нас После того просто как я показал, как мы у себя сделали И там в общем нам планируют заплатить денег За долгосрочную работу с человеком Поэтому вот так Помогаю выпускникам с продвижением Здесь я тоже сразу говорю, что те выпускники, которые у меня учатся Они добиваются результатов, это первое И вторая тема это то, что ну как бы Вот они живые, мы даем, делаем презентации Вот это тоже хорошо дополнительно Делюсь знаниями, пишу книги о дизайне проблемах настройки Здесь можно посмотреть на YouTube канале, как выглядят На Telegram канале можно вопросы позадавать На Instagram канале подписаться Всем рекомендую сюда везде подписаться Посмотреть, как продвигаться, как показывать То есть я не выдумываю ничего Я вот то, что сам делаю, то, что тестирую То, что у меня работает, вот эта штука, да Она работает у меня реально И я вам ее и рассказываю, что ее выгодно сделать Немного личного, да Здесь личное обязательно показываю для личного бренда Зачем я много путешествую Показываю, что да, я бываю в разных странах и городах Удаленная система, которую я построил Позволяет мне это делать Изучаю разные страны с точки зрения дизайна и архитектуры Даю какие-то рекомендации Ценю общение с близкими по духу людьми Вот у нас есть клуб системных дизайнеров С которым мы работаем Вот даже личное что-то даю Там собачки у меня бегают Я езжу, отдыхаю, вот так и так далее Что меня волнует, моя концепция общая Это для того, чтобы настроиться на единый лад Фильм обо мне и студии Здесь я рассказываю Ну, собственно, можно посмотреть отдельный фильм про меня, про студию Так, и дальше, ниже по разделам Все то же самое, но детально То есть для тех, кто хочет вообще детально познакомиться Например, на СМИ обо мне Пожалуйста, вот мои СМИ, которые печатали Тут все есть То есть это не просто так, это вот реальность Теперь вопрос к вам Мы сейчас пробежали достаточно быстро по этому всему Да, согласна, что у нас не было много времени на то, чтобы изучать всю эту историю Какое впечатление общее создается об Аптере, да, о человеке? Допустим, вы меня не знаете Вот вы увидели, посмотрели То есть какое впечатление создается, ну, на данный момент, сейчас Просто впечатление о человеке напишите, пожалуйста Сайт или медиаких... Яркий человек, да, хороший продажник Пишите, вот вы меня не знаете Вы просто зашли почитать, посмотреть Я, кстати, ничего там не продавал Заметьте, там ничего не продается на этой странице Это просто информация Профессионал, отлично, да, очень крут в своей сфере Уверенный профессионал, да, когда вы все успеваете Отлично, да, супер, значит, личная эффективность Доверие, эксперт, успешный, активный и так далее Мы сейчас не читали То есть смотрите, я хочу вам сейчас акцентировать очень важный момент для продвижения Он вам будет очень полезен Ключевое это картинки и заголовки Да, вот то, что мы смотрели, показывали Картинка плюс заголовок Вот, соответственно, когда вы вытаскиваете яркие Какие они должны быть, картинки и заголовки? Они должны быть по смыслам У нас есть смысл какой-то Что меня волнует? Что это за смысл? Это смысл, какой я человек И тут я рассказываю, показываю Здесь что я говорю? Мои хобби и увлечения Я нормальный человек, значит, у меня есть собаки Значит, ну, как бы я прикольный там в жизни, да Такой смысл я хочу донести Ценю общение с близким по духу людьми То есть я не один где-то в заперти сижу Я общаюсь, у меня есть опыт, да Ну и так далее То есть тут некие смыслы Плюс картинки И даже не вчитываясь, быстро за 2 минуты клиент о вас узнает Сейчас я объясню, для чего это надо То есть когда клиент о вас узнает очень быстро Вам что нужно? Что нужно для продажи вообще? Для продажи нужно 2 вещи Всего, в принципе, там, основных Нужен продукт, да Который интересный, качественный Да, и нужно доверие клиента к вам Ну, естественно, клиенту нужен этот продукт То есть это мы оставляем за скобками Да, клиенту должен быть нужен ваш продукт Допустим, дизайн интерьера У него должно быть понимание, что вы продаете За какие деньги И у него, второе, должно быть доверие к вам Поэтому вот задачу доверия мы очень быстро решаем То есть быстро промотав информацию о вас Если вы сделали нормальную упаковку о себе У вас уже есть доверие То есть у вас уже кредит доверия есть То есть вот многие написали Есть профессионал, есть дисциплинированная Вот кому-то скучно Нормально, да То есть скучно тоже отлично Ваша упаковка и ваша информация, которую вы даете Она фильтрует людей сразу же Вы не тратите время свое на вот Роксану, например Да, вот Роксане скучно И вот плюс еще одному Отлично, замечательно Отключайтесь, вы нам не нужны Мы вам не нужны Супер, мы не тратим жизнь друг на друга Ну то есть если только мазохизм какой-то Зачем тогда вы здесь находитесь Вот это отлично И фильтруя тех, кто вам нужен Или тех, кто не нужен Вы можете это сделать Сразу же на презентации И таким образом вы получаете Тех потенциальных клиентов С которыми вам будет удобно работать И с которыми работать будете вы Это своеобразная отсылка к уникальности У нас есть отдельная тема еще По уникальности То есть как сделать уникальность Уникальность это понять, кто ты Какие твои сильные стороны И не расстраиваться, что они кому-то не подходят Не подходят и пожалуйста, ничего страшного Зато эти сильные стороны Будут привлекать ваших клиентов То есть мнение не клиентов Вообще не интересует ни на грамм И даже более Наоборот, можно отсечь ненужных Вот в принципе вот такая упаковка Позволяет базово Сделать понимание клиентов Что вы друг другу подходите То есть это вот первый ответ на вопрос Как найти клиентов Это начало То есть делать вот так Не просто так, что клиент придет Первое, у клиента должно зародиться в голове Что вы нормальный человек Вы профессионал Как это зарождается Я вам только что дал конкретный инструмент Который можно использовать Который приносит клиентов Окей Сейчас я отвечу на вопросы Да, и пока я сейчас завершу Вторую необходимую вещь У вас должен быть продукт То есть мало быть вот таким Как бы интересным человеком Да Мало презентовать, что ты делаешь Нужно, чтобы был конкретный продукт Что такое продукт? Продукт это что конкретно вы делаете За какие деньги И какой будет результат То есть вам надо это дело написать Я думаю, что мы сейчас на этом детально останавливаться не будем Это, наверное, тема отдельной лекции Если нужно будет Мы, наверное, в следующий раз По тому, как разработать идеальный продукт За которым будет выстраиваться очередь Мы расскажем Чуть дальше Ну, либо кому это интересно Можете прийти к нам на интенсивы Мы это делаем Рассказы С примерами Разные В общем, второй момент У вас должен быть продукт То есть после того, как у вас есть продукт И у вас есть упаковка У вас можно продавать Нельзя давать рекламу Пока этого нет Ну, потому что это будут деньги на ветер И можно давать рекламу Когда у вас есть Значит, понимание, что вы продаете И кто продает Вот продавец И, значит, продукт По цифрам, да Если сейчас кто-то скажет Ой, а как это работает По цифрам У меня после того, как я создал Контентную визитку Вот это то, что я вам показывал Стоимость рекламы Стоимость лида Стоимость человека, привлеченного Потенциально интересного Снизилась Со 160 рублей примерно До Вот сейчас 20 То есть более, чем в 5 раз Более, чем в 5 раз Понимаете? Я просто поставил прослойку Давайте с вами познакомимся Передварительно Понимаете? Это инструмент, который приносит деньги То есть Либо, ну, позволяет не терять деньги Дальше мы включаем калькуляцию Значит, если мы даем рекламу Не важно, кстати, реклама это в фейсбуке Реклама это в инстаграме Либо вы листовки раздаете Либо вы где-то с кем-то на презентации У вас в любом случае есть лид То есть заинтересованный человек Вот И стоимость заинтересованного человека Будет ниже гораздо, да Чем Незаинтересованного Вернее, чем Без презентации себя Незаинтересованные И так уйдут лесом Ничего страшного Так вот Если мы на цифры все это переводим У вас должна быть статистика Я могу свою примерно сказать Я думаю, что у вас будет точно такая же Потому что Ну, мы проводим обучение И у нас большое количество людей Которым я помогаю дизайнерам У нас статистика примерно сходится Потенциально получается Один из десяти человек Ну, как бы Из заинтересованных Да Он проявляет интерес И он, как бы, вам подходит То есть не все, кто проявил интерес Становятся вашими клиентами Это тоже нормально Кто-то просто, ну, прикольно посмотреть Один из десяти является Потенциальным вашим клиентом Что это значит в цифрах? Если вам клиент стоит сто рублей То, значит, привлечение потенциально Заинтересованного в ваших услугах Стоит тысяча рублей Далее, после того, как он сказал Да, мне интересно Сделайте мне презентацию Давайте пообщаемся У вас получается стоимость Так, как бы, уже реального клиента Из потенциальных Будет в зависимости от того Как вы удачно проводите консультации То есть, насколько ваш продукт хорош И насколько вы умеете его презентовать Обычно нормальная статистика такова Что на десять человек заинтересованных То есть на десять тысяч Вы закрываете пять Ну, в покупке Вот, соответственно, стоимость клиента При правильном раскладе Если вы все сделали правильно Если вы подготовились Если вы сделали упаковку себя Упаковку предложения Упаковка продукта И умеете делать презентацию Стоимость клиента реального У вас будет пять тысяч рублей Пять тысяч рублей за заказ За клиента Понимаете? И это можно делать системно С незнакомыми людьми На массовом уровне Хорошо Даже в самом крайнем случае Я вижу возражение Что нет, это там слишком сладко Хорошо Не пять, пусть будет десять Сколько у вас средний проект стоит? То есть, ну, в любом случае Проект, дизайн проект Ну, как бы, не стоит Меньше 150 тысяч рублей Ну, то есть Точно должен стоить Даже если у вас Ну, хорошо Сто тысяч рублей В самый-самый худший расклад Сто тысяч рублей стоит дизайн проект Там, какой-нибудь однушки, например Да, или там, двушки Ну, не важно Сто тысяч рублей Готовы ли вы 10% заплатить За то, чтобы гарантированно Получить клиентов Это 10 тысяч Да Но по факту, скорее всего Будет у вас 5% То есть, пять тысяч рублей То есть, ты плачешь пять тысяч рублей И получаешь клиента Вот такой механизм работает Это как привлекать клиентов И поэтому вопрос, значит, кто Как привлекать клиентов Он достаточно простой Он не сводится к тому Что нужно какие-то Супер-шаманские способы сделать Нет Он сводится к упаковке себя К описанию предложения И к трансляции этого предложения На аудиторию Достаточно простая Такая тупая история С математикой Которую надо сделать Просто есть люди Которые ищут Какие-то супер-способы А есть люди Которые просто сделали Несколько действий И у них получается Есть статистика Есть данные Но вот Мой опыт такой Возможно, этот опыт Кому-то будет Ну, не такой Кто-то скажет Ко мне приходят По сарафанному радио Ко мне тоже приходят По сарафанному радио Но мы считаем Что они бесплатные И так, хорошо Мы дополнительных Уже считаем Вот по этой схеме Ну и так далее То есть смотрите Получаются сами Теперь готов ответить На вопросы Если они есть И потом перейдем К следующей теме Я думаю Будет стандарт профессии Насколько вам было полезно Напишите, пожалуйста Вот эта тема То есть полезно ли было Насколько вам Будете ли вы делать Упаковку, презентацию Понятно ли, как она работает Стоит иногда 50 тысяч рублей Студия 20 метров Но студия 20 метров Это и работа у вас будет Не на месяц Да, то есть согласитесь То есть в любом случае У вас Как бы если 20 метров Это всего лишь Ну, как бы одна комната Ее можно за неделю сделать Вот за неделю 50 тысяч рублей нормально Ну, то есть За месяц у вас 200 получается Тогда, если вы 4 студии возьмете И вопрос в том Как взять за месяц 4 таких студии А еще лучше Взять 4 студии И делегировать ее Не за 50 тысяч А за 25 Таким образом Создается студия Создается команда Компания По таким же системам Как я сейчас рассказывал То есть везде можно Это прописать Как требование Как система И в итоге вы Взяв 50 тысяч рублей За студию 25 отдаете в производство 25 оставляете себе И берете То есть ваша работа Будет заключаться в том Чтобы взять больше таких студий Описать Что мы Свои уникальные Что мы делаем Такие студии Что это за студии Я даже не знаю Это Квартира однокомнатная Либо это Офисные какие-то центры В общем Описать как это работает Кому какую пользу Это приносит Почему именно вы Что у вас там Есть все адаптировано Допустим Супер строители у вас есть Которые умеют Знают как надо работать Уже у вас все проверено Поставщики Супер скидки дают В общем описать выгоды Вашего продукта И запуститься Ну то есть Примерно так Рекламу И людей привлекать Кому это надо Потом выходить из своего города Идти в соседний город В крупные города Делегировать На местности Искать тоже строителей местных И передавать им заказы За те же 10% Вы просто говорите Смотрите У нас есть заказ На стройку Цена ремонта Это Однокомнатная квартира Например Миллион Вот дайте нам пожалуйста 100 тысяч Вот вы еще плюс 100 тысяч Заработали Вполне Так Окей Давайте посмотрим Дальше По упаковку Я вам сказал Не то что сказал Я вам не воду лил Я вам конкретно показал Как и что надо делать Заходите на сайт Смотрите Делайте Нужна будет помощь Обращайтесь У нас есть отдельный курс По такой упаковке С моими комментариями Я скажу как писать Что делать В общем кому будет актуально Пишите мне Это недорогой продукт Но он позволит вам продавать Чтобы вы накопили денег Моя глобальная цель Для чего это делать Чтобы вы накопили денег И кто-то из вас Сможет Как бы вырваться вперед Всех остальных дизайнеров И Возможно Нам дальше станет нашим клиентом Это тоже хорошо Уже за нормальный ценник Так В нашем городе 20 тысяч рублей стоит проект Ну Окей Я бы рекомендовал У вас же интернет есть Насколько я вижу Можно работать Не в вашем городе Если у вас так Как бы Это ограничение внутреннее Ограничение мозга Что Вот вы думаете Что вот только в вашем городе Надо за 20 тысяч делать А я так не считаю Я делаю за 2 миллиона Проекты по всему миру Поэтому Зачем за 20 тысяч делать Если можно за 2 миллиона делать И более того Конкуренция Там меньше Конкуренция в дорогих услугах Меньше Чем в эконом-сегменте Чем более эконом-сегмент Тем больше Людей Димпингующих Будет Вокруг вас Тем больше Вы будете С ними бороться Чем выше У вас клиенты Тем Да Нужно соответствовать Естественно Нужно Ты не можешь Просто так взять Вип-клиента Ты должен ему соответствовать Но это работа над собой А не работа в обстоятельствах Которые предлагает нам мир То есть мы можем Менять обстоятельства За счет изменения себя Я рекомендую именно С собой работать А не с Суперэконом-клиентами Так Полезно попробую презентацию Хотя бы Самой про себя понять Да Это визитка на сайте Или в PDF Отправить ее клиенту Да Это визитка просто Она висит в инстаграме Ее клиент может сам Посмотреть Почитать В целом Да Вот мне звонит Допустим человек Я говорю Слушайте Вот вы хотите То-то и то-то узнать А вы про меня знаете Вообще что-то Он говорит Ну если да То знает Отлично Я спрашиваю там Что и как Если он не знает Я говорю смотрите Давайте я сейчас просто Пришлю вам ссылку Вы посмотрите Буквально две минуты Мне не надо же Чтобы он читал это Понимаете Мне нужно чтобы он просмотрел И у него создалось Такое впечатление Как у вас Мы сейчас просмотрели Просто да Картинки Заголовок картинка Заголовок картинка Я говорю просто посмотрите Буквально через минуту Давайте созвонимся Через две минуты Я перенаберу Он Он такой Окей Хорошо Согласен Я ему отсылаю ссылку Он смотрит две минуты Я ему перезваниваю Ну как бы в целом Давайте продолжим общение Мне не важно что он там понял Я и так знаю что он понял Потому что я запрограммировал Что он должен понять Он уже общается с экспертом И только что Я повысил свой ценник Примерно на 20-30% Просто по умолчанию Просто потому что он думает Что я эксперт Почему он так думает Потому что я ему дал информацию По которой он может сделать вывод Что я эксперт Я ему ничего не продавал Не внушал Он просто сам сделал такой вывод Вот примерно Такую схему можно провернуть Вполне Где же взять хорошую бригаду Вот в книге у нас Энциклопедия написана Как искать хорошую бригаду И как ее проверять Возьмите книгу Купите И там узнаете Как бригаду хорошую найти Если очень кратко То это технология по поиску То есть такая же система По поиску хороших бригад И по фильтру Также где найти хорошего сотрудника Точно такая же технология Так Топлинг можно Да Так в зависимости от региона Цены Где брать клиентов Чтобы была работа Снижать ценник Я бы ценник не снижал Я бы повышал уровень Своей компетенции Ставил бы ценник выше И если у вас никто не платит Ну просто люди не платят Не хотят Значит надо работать В другом городе Ничего страшного Удаленно можно это делать Либо второй вариант Значит на чем зарабатывать На дизайне не зарабатывать Ценник ставить Любой Минимальный Хоть бесплатно Хоть доплачивать Мы говорите Сделаем дизайн За свой счет Окей Такой клиент В чем подвох Ни в чем Заплатите Если понравится Например так Дальше вы делаете И на самом деле Вы зарабатываете не на дизайне А на поставках мебели На поставках материалов На работе с бригадами Можно так сделать За счет этого Вы заберете себе Все клиенты Наладите Хороший поток заказов То есть это более Системная работа Конвейерная Я такое как бы Не очень делаю Ну и не очень люблю Но я знаю Как это налаживать И я консультировал Как это делать Это тоже работает То есть минимальный Дизайн проект Минимальный вход Минимальная концепция Делаете А потом зарабатываете На сопровождении Вот И естественно Вам в этом деле Нужен фильтр на клиента Чтобы всякие халявщики Не пробирались Примерно вопрос такой Вы точно будете делать ремонт? Такой Ну да точно Ну если не точно То значит не надо его брать Просто тогда его убираете И с ним не работаете Под каким-нибудь предлогом Говорите У нас там очередь Тогда извините Через год сможете записаться На наш бесплатный ремонт Ну примерно так Ну тут стратегии много Это вопрос как бы уже Создания продукта Сейчас я уже говорю о продукте Это продукт Который вы делаете Что вы предлагаете Как кому почему Так Не понял Что он там сказал Про плюс 100 тысяч к стройке 100 тысяч к стройке Это значит Что вы Можете взять Агентские вознаграждения 10 процентов Вот строитель Например Условно 100 тысяч 10 тысяч 20 30 тысяч 100 тысяч Миллион То есть в зависимости от стройки Вы получаете Деньги за привлечение клиентов Сколько получите? Сколько договоритесь? Договоритесь на 5 тысяч Значит на 5 Договоритесь на 150 Значит на 150 Это же уже детали Демокровать ценой можно Только для привлечения Первых клиентов На мой взгляд Можно Нет такого понятия Что можно или нельзя Можно делать все Что не противоречит Закону Все остальное Это стратегии Можно хоть Я говорю доплачивай Даже чтобы делать дизайн Если твоя стратегия такова И ты знаешь Как ты ее монетизируешь Есть бонусы Для участников Сегодня Да Сегодня мое выступление Самый лучший бонус Для участников Сегодня Поэтому Наслаждайтесь Как же авторские Комплектации удаленно? Тоже можно делать Авторские Комплектации удаленно Есть Давайте Сейчас я не буду останавливаться У нас была отдельная тема Можно делать и комплектацию И авторские удаленно Да, это делается Нет Так очевидно Но есть способы Так 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 Да, вот Согласны Люди не верят Качеству низкой цены Абсолютно точно Это возражение Которое возникает Вы его тоже можете закрыть Если даете низкую цену И наоборот сказать У меня дорого Поэтому качественно Так Вопросов достаточно много Смотрите Кому я не ответил Давайте мы сейчас идем дальше Вы потом их перепостите У нас будет еще время Я на них отвечу Договорились? Так Хочу сейчас показать Стандарт профессии Раз уж тема у нас была заявлена Да, чтобы не отходить Значит Есть страничка В чем тут суть? Стандарт профессии Что такое? Можно здесь почитать Здесь как бы есть описание Документ У нас Тоже в принципе есть Сейчас я покажу Основные просто функции Про них расскажу Если кто-то не знает еще Вот Документ Стандарт профессии Мы делим общую функцию Дизайнера На составляющие На обмерщика Дизайнера Визуализатора Чертежника Декоратора Ведущего дизайнера Менеджера Комплектатора Арт-директора Руководителя У каждой из этих функций Есть свои обязанности Это не значит Что надо брать 10 человек на работу Начинается внедрение Стандарт профессии Внедрение системной работы С осознания того Что даже если ты работаешь В одиночку Ты делаешь все эти 10 функций Сам Самостоятельно Вот это первое Что идет К росту Ты делаешь все это вместе Дальше Вычисляешь из этих Всех функций Что тебе меньше Всего нравится делать Давайте кстати напишем Напишите Какая из функций Вам менее всего Не нравится И какая наоборот Больше всего нравится То есть Может быть Кто-то не любит Делать обмеры Кто-то наоборот Кайфует от обмеров Кто-то не любит Делать Допустим Считать время И общаться с клиентом Ну менеджмент Осуществлять Деньги Собирать Договор Подписывать А кто-то любит Это делать Потому что ему наоборот Нравится общаться Кто-то любит Комплектацией заниматься Кто-то не любит У каждого здесь свое Кто-то визуализацию любит делать Кто-то вообще не хочет За компьютером сидеть Хочет только концепции придумывать Напишите Напишите что у вас Сейчас Первая часть Это как бы осознание Что есть Разные должности Да Есть разные функции И есть Разные Разные Задачи Да Которые ты выполняешь Комплектация Ну опять же Только непонятно Плюс или минус Я не люблю общаться Но менеджер мне нравится А люблю общаться Вот Отлично да Люблю общаться Но менеджер не подходит Ага Люблю общаться Концепция Концепция менеджер Договора делать Виза Визуализацию любят Вот смотрите Даже вот сейчас Среди нашего Такого сообщества Небольшого У нас есть люди Которым нравится визуализация Которым не нравится Кто-то все любит Кто-то ничего не любит Кто-то любит концепцию Кто-то любит только деньги считать И так далее Мы Что мы дальше делаем Как это помогает нам Систематизация в работе Достаточно просто Мы берем Мы берем Где он там у нас Ага Так это не он Вот он Мы берем Выбираем из этого Что нам меньше всего нравится Для себя И делегируем это Неважно за какие деньги Мы начинаем учиться делегировать К примеру Я не люблю делать обмера Не хочу делать Я хочу это делать Делегировать Либо когда я делаю это В удаленном формате Например у нас был И сейчас есть проект В США Мы сейчас делаем И проект у нас на Кипре Был несколько проектов Мы нанимали там На местности Уже местных Обмерщиков Компанию Которая делала обмеры Ставила печать Что верно И клиент нам передавал Эти обмеры Уже сделаны Не обязательно выезжать Раньше мы выезжали Но потом поняли Что можно это дело делегировать И никаких проблем Не возникает То есть они делают Точные обмеры С лазерными Всякими там указками Рулетками Строят 3D модель Отсылают нам И мы уже по ней работаем То есть нам Все есть У нас есть фотофиксация У нас есть репортаж С места События У нас есть инженерные системы Где какие проведены Выводы У нас есть полностью обмеры Которые нам нужны По горизонтали По вертикали В общем все у нас есть На самом деле Это как бы стоит не так дорого Мы даже в Москве Сейчас делали 5 квартир У нас застройщик один заказывал И даже там мы не стали Выезжать Мы заплатили по моему Около 40 или 50 тысяч рублей Я точно не помню Ну какие-то вменяемые деньги И получили обмеры С учетом того Что контракт был На пару миллионов Вот этот вот Соответственно Ну как бы 50 тысяч рублей Было не жалко Зато мы не потеряли время Мы получили точность Необходимую И скорость То есть мы смогли На первой же неделе Очень быстро Сделать все планировки Согласовать Почему? Ну потому что мы Не тратили свое время На это там несколько дней Чтобы обмерить Мы вызвали бригаду И там специальные Специальные люди Да Профессионалы С необходимым оборудованием Сделали это очень быстро За один день Полдня они делали обмеры Быстро И полдня оформляли На следующий день У нас были все обмеры Это к вопросу Можно ли удаленно? Можно То же самое можно сделать С комплектацией То же самое можно сделать С авторским надзором В принципе Был случай Да? Давайте Ладно Не будем здесь останавливаться В общем можно и так и так Фантазию надо проявить Проявить Так вот Значит выделяем то что не нравится Начинаем делегировать На этом этапе Мы получаем опыт делегирования И самое главное Для чего это делится на части Очень просто Когда ты нанимаешь себе Кого-то Кто тебе будет помогать Ты не берешь себе Тупо помощника Какого-то абстрактного Который будет якобы Помогать вам Во всем А чаще всего Это человек Который хочет сам подучиться Хочет подсмотреть Ваши секреты Хочет набраться опыта И открыть свою студию Ну чаще всего бывает так Вам такое не надо Вы берете себе Конкретно человека На должность Ты говоришь Ты чем будешь заниматься Я буду делать визуализацию Отлично Покажи свои визуализации Что ты делаешь Как ты это делаешь Вот такое я выдаю тебе задание Сколько тебе надо времени На выполнение этого задания Давай договоримся Я тебе могу платить Допустим столько-то Там 2000-3000 рублей в день Или там по метру Как договоритесь Мне нужен такой-то результат К такому-то сроку Тебе это подходит? Он говорит Да, подходит Тогда договорились Поехали Дальше у вас уже идет управление То есть ставишь менеджер Который управляет Передает данные И кто-то проблемный оказывается Кто-то не проблемный Но вы наняли конкретного человека На конкретную функцию Которая у вас стоит конкретных денег Весь проект Который вы делаете Вы просчитали Сколько у вас стоят обмеры У вас есть данные Я знаю, что обмеры Мне там стоят столько-то денег Я готов на них потратиться А не заработать Дизайн сколько стоит Дизайн это там Оформление Создание планировки Придумывание Концепции Идеи Оформление И подбор материалов Там базовый Комплектатор Это уже что конкретно Мы будем покупать Арт-директор Это поддерживание качества На должном уровне То есть Каждой функции Есть одна У нас Результат конкретный Поэтому Что мы делаем Мы понимаем Что у нас есть Стандарты Тут это все описано Прописываем для себя Считаем по деньгам Сколько это нам стоит И видим Если мы можем Это делегировать Дешевле Чем делать самому Потому что То что нам не нравится Как правило Тянет деньги И тянет Энергию жизненную И мы не за этим Шли в дизайн А чтобы заниматься Менеджментом Например Или управлением Можно нанять Помощника За 200 рублей в час Который будет вам Помогать Он будет счастлив На этой должности Потому что Вот он будет помощник По проекту Он будет чувствовать Что он молодец Это нужно делать Но это опять же Это понимание Системного мышления Это как создается Студия Как создается Команды Компания Дальше все это дело Обрастает еще более Сложной истории И в целом Это вырастает В работу студии В работу компании Которая по итогу Позволяет нам Делегировать процессы Которая позволяет нам Заниматься тем Чем мы любим С теми проектами Клиентами Работать Каким мы любим Так Ну в принципе Наверное по стандарту Я даже не знаю Что еще сказать То есть если кратко Мы сейчас У нас есть подтверждение Там многие присылали Спасибо да кстати Кто читал Кто присылал Большое вам за это Эти все подтверждения Пойдут тоже в Минтруда Мы сейчас Терминологию правим То есть Вот у нас Вот там то что написано Это не финальная редакция Ну как бы Она концептуально финальная Но в детализации Конкретных слов Терминов и определений Это серьезная такая Техническая работа Уже скажем Даже не столько моя Сколько Специальных Людей Которые умеют Писать документы Методологи Они должны проверить Что нигде нет повторений Что везде есть Как бы Должности Ну описаны Одинаково Во всех отраслях Что есть определение Нужное Определение правильное То есть это такая уже Ну немножко научная работа Можно сказать Вот мы сейчас ее делаем То есть у нас сейчас Вот ребята ее делают У нас есть юрист отдельный Есть методолог Есть я Который проверяет все это дело Есть ведущий дизайнер Который тоже вот Мы с ним вместе делаем Создаем Да в нашей компании Команде И мы уже сейчас На две трети Короче сделали Вот я думаю Что скоро уже За финалем И будет обновление Обновление тоже пришлю Потому что тогда Это уже будет в виде книги сделано Я думаю выпустим Вот такую же книгу Только будет называться Стандарт профессии Как создать свою студию И там будет уже детально Все описано О чем я сейчас рассказываю Ваши вопросы Мне тоже помогут Ваши возражения На самом деле Мне тоже помогут Возражения там тоже есть Описано Что система убивает творчество Да такое возражение Что это все Вот где мне взять людей Хотя я пять раз сказал Что это не люди Это функция Кто-то мне всегда напишет У меня нет денег Чтобы нанять кого-то Вот как бы Это сложно объяснить Человек который не понимает То есть очень сложно Я пытаюсь по разному объяснить Но вот наверное Текст его объясню Чтобы можно было прочитать Просто несколько раз И понять как это работает Окей Давайте отвечаем на вопросы Какие темы вам еще интересны В целом я по моему рассказал Ответы на многие вопросы Которые вы задавали в начале Я дал вот здесь в упаковке В презентации себя И в стандарте профессии По делегированию Так Перезадавайте Я сейчас буду смотреть То что у нас получилось Если кто-то выше Задавал Перезадайте пожалуйста Считаете ли вы Чтобы делать дорогой дизайн Нужно жить в таких условиях В каких условиях Я не очень понял Чтобы делать дорогой дизайн Нужно уметь его делать Больше ничего не нужно Я когда делал первый проект Свой Ну как бы первый премиум сегмент Сейчас я его покажу Даже он у меня есть Так Где тут он Вот я покажу Сейчас я покажу Вы скажете Нормальный проект Или как Вот этот проект Дом в поселке Вот этот проект У меня Я его взял очень просто Я приехал к клиенту Сказал Давайте я вам нарисую Если понравится Будем работать Я ему нарисовал Я ему нарисовал Это было лет Типа 15 назад Вот я ему нарисовал Вот такой вот Это концепция Это не детально Все Вот видите Там даже нет ничего То есть как бы В других комнатах Это вот примерно Видение его пространства У него была бетонная коробка Я нарисовал примерно Как оно может выглядеть Вот И мы ему дальше стали делать Вот такой бассейн ему построили Прикольный Эти штуки В нем В них светятся Ребра такие Жесткости Это вот клиент Даже сам там Подсказал У него была Концепция Сейчас это уже легко делается Ну ледами Тогда сложнее это было делать Но в общем Все мы сделали Такой вот бассейн Ну вот Я им нарисовал картинки И что нужно Не нужно жить в таких условиях Я просто жил В обычной квартире Был студентом По-моему даже Чуть ли не с родителями жил Вот такую штуку сделал Ну как бы вот так И клиент за нее заплатил Ну почему нет Так Поэтому нет Не обязательно Следующее Сколько за проект взял За первый Ну самый первый проект У меня был очень дешевый Я даже не помню сколько-то Ну типа там 300 долларов можете Я делал салон красоты Вот этот был дорогой проект Я за него брал 15 тысяч долларов Вот за этот дом То что вы видели Это как бы мой такой Первый успешный Прям заказ Когда я типа сорвал куш Хотя на самом деле нет У меня был еще этот проект хороший Но он был по визуализации То есть то что я вам показывал По дизайну А еще был по визуализации Если интересно покажу сейчас Самый вот Самый такой топовый проект На котором Ну мне удалось квартиру купить Квартира как раз 17 тысяч долларов стоила И я получил за этот проект 17 тысяч долларов как раз Так вот сошлось Сейчас я покажу Мы делали презентацию Коттеджного поселка Вот Вот эти Тонхаусы Вот они стоили 17 тысяч Я договорился за каждые За 1200 долларов За каждый договорился Ну чтобы вы понимали Клиенту все равно было Сколько это стоит Сейчас не было Тогда не было визуализации Как сейчас Да что вот сейчас Я обучаю визуализации Многие люди обучают визуализации Сейчас уже достаточно просто Тогда этого не было Чтобы вы понимали Это очень давно было Опять же там Лет 15 назад То есть очень мало Кто умел делать А клиенту надо было Продавать эти дома Каждый такой дом Стоил по-моему 3 миллиона долларов Примерно Я вот Сейчас могу ошибаться Но такие бы 2-3 миллиона стоил То есть как вы думаете Типа 1000 долларов За презентацию Много или мало Ну как бы Немного Я договорился на 1200 За каждый дом Их было 17 И мне их моделлер Сделал за 1200 Или за 1200 Или за 1500 долларов Мне сделал моделлер Вот Я сам сделал визуализацию Вот такую Отнес Согласовал клиенту Да 17 домиков было Он их поставил На презентацию И продал Это в Московской области Поселок Давиль Кстати может быть Он уже есть Ну-ка сейчас я покажу Наверное их построили Так Даже интересно кстати Да вот они кстати Вот он Коттеджный поселок Давиль Картинки Вот Вот эти домики Ну там были дома Вот ресторан этот делал И танхауса Вот Да его построили Продали То есть Ну как бы там Все уже дома проданы Можно зайти посмотреть Вот собственно Почему платят столько Не потому что у тебя там Красивые глаза Да А потому что Ты помогаешь продавать Вот кстати домик Да Один из которых мы делали Там его можно найти Запомните Обратите внимание И Извините Где там он Короче где-то он там есть Похожий Сейчас найдем Или другой Да наверное другие А да Есть там было две площади В общем у меня еще потом Был заказ Там была северная площадь И южная площадь По моему кстати вот Хорошо что напомнили Потому что я выложу еще Еще одну площадь У меня она была В общем таких домиков Я наделал Ну вот примерно так Поэтому здесь Хорошо Дальше Так В какой стране Это в России Стоит ли брать Дизайн проект И комплектацию Многие заказчики отказывают Тогда дизайнеру остается Только проект с картинками Без фото Так заказчики потом Потом много что меняют У самого много таких проектов И только Портфолио почти нет Итоговых фото Ну смотрите Лена Вам не обязательно На самом деле Иметь в портфолио Готовых фото Если вы будете говорить Что результат вашей работы Это концепция Ну то есть Вот смотрите Ой Сейчас Оп Смотрите что сейчас мы сделаем Я как бы не парюсь По этому поводу Есть ли у меня проекты Которые я не сфоткал Да полно Мне всегда Ну как бы раньше Мне было жалко Там ездить Фоткать Нанимать там Отдельных фотографов Вот Значит поэтому Что мы фоткали То мы фоткали сами У меня тоже самое У меня очень много проектов В виде Визуализации Нет фоток Ну и что Какая разница То есть у меня нет Задачи там Тешить свое Не знаю Эго там Или еще что-то Мне какая разница Я сделал и сделал Я знаю что оно сделано Вот Ну вот допустим Проекты Давайте открою сейчас Парочку проектов Вот Вот этот сделан Ну как бы Смотрите Клиентам все равно На самом деле Клиентам не важно У вас фотка или визуализация Он смотрит на идею Клиенты покупают глазами Я вам абсолютно точно Это говорю Потому что Ну я всю жизнь так продаю Я напродавал дизайна Там на миллионы долларов Это точно Ну то есть Ну как бы Это вот Сколько мы продавали И Ну в этой теме Мы зарабатывали И все это вот Вот так Как бы Хорошо это или плохо Ну как бы Было бы прикольно Если было бы все отфоткано Ну наверное да Вот у нас Даймонд холл отфоткан Вот допустим Типа Было Стало Было Стало Но клиентам Все равно Им просто важно Что ты делал Там Мы Москва-Сити делали Я до сих пор не доехал Туда и не сфоткал Ну и что Какая разница Как бы люди покупают Поэтому не парьтесь По этому поводу Клиенту нужна идея И гарантия Что вы сделаете То что вот у вас Сфоткан или не сфоткан Это не сильно важно Мы делали Вот Но это уже построили Это визуализации были Сейчас Я посмотрю Там где-то внутренности Должны быть А нет Это в другом разделе Короче Давайте так Чтобы не углубляться Не обязательно Не обязательно И ничего страшного не будет Если у вас нет Вот этот объект Я не могу сфотографировать Внутри К сожалению Потому что клиент Обещал сначала Что даст сфотографировать Но потом сказал Что нельзя Вот так вот Ну изменил свое мнение Но тем не менее Я сфоткал Без дизайна пока Сделал потом дизайн Вот он Мне что в дизайне надо показать Мне в дизайне надо показать Ход своих мыслей И свои идеи Которые у нас были То есть вот мы сделали Вот так И так вот все построилось Вот Но фоткать Выкладывать фотки нельзя Я сказал Тогда я буду выкладывать Визуализации Ну как бы Ну какая разница Вот у меня такие визуализации Ничего страшного Ну нельзя Ничего не поделаешь Есть где можно Вот допустим С этим повезло Да Вот этот проект Значит Какой-то есть Какой-то нет Я к тому Что у вас не должны быть Все проекты там Супер отфотканы Сделайте один-два Ну один хотя бы Можете сделать и отфоткать Это будет достаточно Вот у нас вот этот проект Вот Вот у нас Визуализация И вот фотка Ну и дальше у нас там Фото, видео есть Вот тоже фотка 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 Ну то есть Там выше был проект А это фотография Ну как бы Ну нормально Да Если у меня Вот у меня этот же кадр Ну ровно тот же Который был И теперь в начале посмотрим Ну как бы Какая разница Идея понятна Понятно что мы круто придумали Вот тоже самое Поэтому Ну не парьтесь по этому поводу Делайте визуализацию Это тоже будет работать Хотя это не сильно логично То есть по идее С точки зрения Как бы клиента Наверное имеет смысл Полностью заказывать Но тут есть Ну как бы одно важное но В чем оно заключается В том что клиенты могут Особенно премиум сегмент Я вам сейчас такую фишку скажу Премиум сегмент Может заказывать у вас Не полностью комплекс У него могут быть Свои строители У него чаще всего У него бывают Люди которые ему строят Ему нужны идеи И многие премиум сегменты Платят вам за идеи Поэтому по сути Результат вашей работы С премиумом Очень часто может быть Визуализация За которую заплатят Как за полноценный проект Понимаете У меня вот так было Много раз И ну как бы С одной стороны Там честно или не честно Непонятно Ну как бы Что значит честно Что значит не честно Я же говорю Я делаю идею Рисую тебе картинку И человек мне за это платит Столько сколько считает нужно Сколько я считаю нужно Ну нормально Дальше он делает Это со своими строителями Запарывает он это делает Как надо он это делает В принципе Ну как бы по хорошему Конечно я бы хотел Чтобы это все реализовывалось И я бы там находился Но по факту Мне проще как бы Следующий проект взять И не париться по этому поводу То есть у меня нет заморочки Что вот каждый Я должен довести до конца Опять же Это моя позиция То что мы сказали в начале Это не хорошо Не плохо Это вот я так вижу Так мыслю Могу доделать Могу Я себе все доказал Людям все доказал Мне не нужно каждый раз Это делать Это не самоцель У меня зафоткать Если у вас Самоцель зафоткать Наоборот Тогда Это ваша позиция И вы этим самым Сильно отвечаетесь от меня Тогда вам надо доделывать И тогда ваши принципы работы Будут другие И вас будут выбирать клиенты Которые так же считают А меня выбирают клиенты Которые как раз таки Ну допустим Ищут концепции Ищут визуализации Вот такая вот тема Нельзя сказать Что дизайн там Либо что-то правильно Либо что-то неправильно Вот он Он очень разный Допустим Мы не используем Яркие материалы и цвета Вот если посмотреть У нас все цвета Такие природно-естественные Мы не используем Никогда практически Ненатуральные материалы То есть у нас все материалы Ну там Бетон Стекло Натуральное дерево Никакого ламината Никогда в жизни Ну просто мы не используем Да и так далее То есть у нас есть Некие принципы в работе Вот Вы тоже можете Для себя их сделать И эти принципы Будут Ну как бы привлекать Для вас Самых лучших Ваших клиентов И это будет все Работать замечательно Так давайте Посветлее сделаем Вы сами проекты Дома Проектируете лично Нет Лично я не проектирую Я не архитектор Я дизайнер Я не архитектор Я на архитектора Не учился То есть я знаю Как это в принципе делается Я знаю всю последовательность Но я не проектирую Не придумываю дома сам На это дело У меня есть Архитектор С образованием С дипломом Конструктор В общем делают ребята Я помогаю клиенту Определиться что нужно И помогаю клиенту С постановкой задачи Я сам Ну знаю Как в доме жить У меня есть дом Я знаю Какие там происходят вещи Что делать надо Что делать не надо Я умею как бы Концепцию придумать Вместе с клиентом А дальше Этим занимаются уже Специальные люди Я не лезу не в свою область Никогда То есть то что я не умею И не знаю Я вам скажу Я не умею и не знаю Это это нормально Но умею и знаю это Потому что я этим Всю жизнь занимаюсь То есть я умею делать Дизайн интерьера Вот в таком стиле Я умею систематизировать Передавать информацию Это моя сфера То есть это мое предназначение Я не умею делать декор Например Ну то есть я не лезу В мелочи никогда У меня вот Ну достаточно скупо Вот вы видите Этот самый интерьер В принципе у меня тут Ну ничего нет Вот только лампа стоит Никакого особого декора Вот мне такое нравится Вот у меня так У меня как бы где-то минимализм Поэтому вот я про это И хорошо Это именно то Что дает уникальность То что отличает Каждого из нас от других Есть крупные заказчики Которые хорошо разбираются В производителях Италиянской мебели Знают какой Кто такой Антонио Лупи Так в общем Очень-очень прокаченный В определенной степени Сложный У него приличный бюджет На проект дома И я понимаю Что можно сделать Шикарный объект Но я хочу быть Автором проекта А не просто визуализатором И чертежником Появляю экспертность И в итоге понимаю Что все-таки Заказчику нравится Вести дизайнер Вопрос Многие ли заказчики Премиум сегмента Имеют подобный типаж Да Такие встречаются И я сейчас работаю Тоже с таким заказчиком Я сделал ему Три объекта И я ему Нужен для того Чтобы Визуализировать Воплощать его идеи И консультировать Где он может быть неправ Этот человек Это психотип человека Который Сам хочет быть творцом У него есть много денег Но он Не Ну как бы И потребность творить Это вот два Два в одном И такие люди есть И такие люди За счет своей креативности Они сколотили себе состояние Да на чем-то И Они хотят дальше Как бы Они всю жизнь что-то делают То есть это очень хорошо Потому что всю жизнь Они будут креативить Если вы будете с ними взаимодействовать То всю жизнь вы будете Помогать им Воплощать их идеи В мечты Что с этим делать Сразу скажу Тут надо понять Что для вас ближе То есть у меня нету Эго У меня нету Обязательной необходимости Что вот это я делаю Мне все равно Я знаю что я делаю Я знаю свою пользу Я знаю как бы Что В чем моя польза Общения и работы Я выслушиваю клиента Мы с ним общаемся Пусть он думает Что это он все придумывает Отлично Все идеи Которые он Рассказывает Я пытаюсь как-то нормально Нарисовать Воплотить Не его идеи А как бы Считывая что он хочет Почему Но рисую свое Воплощение видения И он покупает Мое видение Своих идей Таким образом Мы являемся вместе С авторами Проекта И Все кайфуют И вот он уже Третий проект заказывает И платит Достаточно много Платит он достаточно много В том числе и потому Что не разрешает Выкладывать эти работы То есть вы не увидите Эти проекты Только с кем мы там Лично работаем Встречаемся Я могу показать что-то Ну как бы персонально В интернете вы их не увидите К сожалению Хотя проекты очень крутые Очень классные дома Очень классный там Офис в центре Очень круто Но Показать нельзя Ну Такова тема Делать ли вам так или нет Это вам решать То есть тут Кроме вас никто не решит Я не парюсь по этому поводу У меня есть проекты для Что мне еще важно Я понимаю как мыслит этот человек Общаюсь с ним С миллиардером По сути на одном уровне И мне прикольно То есть это помогает мне Понимать Многие вещи В жизни До которых я еще Финансовые личности не дорос А он уже дорос И понимает И я впитываю Какие-то идеи Поэтому мне это Гораздо более интересно Нежели Иметь возможность Быть автором проекта Ну какая разница В конце концов Пусть клиент будет автором Ничего страшного Так Или дайте Так Так это ответил Проходит ли вам Разрывать договор И отказываться от начатой работы Из-за проблем с заказчиком Или отказываться от вас Не закончив проект Давайте так Юридически вы не можете Отказаться от проекта Ну не можете Потому что Наше законодательство Не подразумевает То что исполнитель Отказывается от проекта То есть Как бы вас засудят Нельзя отказываться самостоятельно Какой бы вредный заказчик не был Надо сделать свою работу Ну Что такое вредный заказчик Допустим Это всегда вопрос управления Ну то есть Всегда это вопрос переговоров И управления Вы должны выполнить свою работу За которую вы подписались Это цена слова Своего Которое ты дал Не важно какие там обстоятельства Просто делаешь и все Договор Который вы заключили с клиентом Не обязывает вам С ним общаться Вот что самое интересное Вы в договоре пишите конкретно Я выполняю дизайн проекта Кого-то помещения В таком-то объеме К такому-то сроку Там нет ни слова Что вы обязаны с клиентом общаться Поэтому можете Трубку не брать И сделать просто проект И отослать ему по почте И все Можете вообще не париться А если он уже не согласен Или он сделан не по ТЗ Он уже пусть сам доказывает В суде Что вы не правы Так можно Мы до такого не доводим Потому что у нас Ну в принципе Ну как бы мы со всеми разговариваем То есть я достаточно Открытый, вменяемый человек Если клиенту что-то не устраивает Такое бывает В работе там моих дизайнеров Или в работе там Кого-то да Там с кем он общается Он может мне всегда позвонить Спросить И если нужно Ну да Я закрою с собой какую-то дырку Я не скрою У нас не идеально тоже Как и у всех Бывают какие-то факапы Да Это нормально Я могу закрыть Они слава богу Случаются не так часто Поэтому Ничего страшного Вопрос Были ли Отказывались ли от нас Да Отказывались Один по-моему раз Тоже Не так много Да Это было За там сотни проектов Ну как бы Всегда попадаются Странные люди Был случай Такой очень Ну Интересный Да То есть мы делали Мы работали Вот Клиент потом Я не знаю Схитрить он решил Либо действительно обиделся Либо еще что-то Не знаю То есть я в душу не лезу Короче мне проще Там обвернуть деньги Там было 170 что ли И распрощаться Мне все равно Как бы тут Вопрос закрыт Он моментально Закрыт Вот Хотя требовал он Изначально там типа 400 Может быть это был Такой это самый Потребительский терроризм Когда Короче он заплатил меньше А требовал больше Через суд пытался Но мы в суд пошли Я не обломался Тоже мы пошли в суд У меня просто так нельзя Деньги с меня стрясти Ну то есть что это такое Мы наняли юриста И он снизил Значит эту тему В общем мы договорились В итоге На меньшую сумму То есть то что мы не отработали Мы им просто вернули Вот поэтому так Ну да немножко там С одной стороны потрепались нервы С другой стороны Это очень хороший опыт Потому что благодаря этому опыту Мы сделали Пуленепробиваемый договор Который у нас кстати есть У нас есть договор Студии дизайна Проверенный юристом Проверенный в боях Проверенный в судах Короче то что работает Вот и больше После того как мы это сделали Больше у нас проблем не было Ну как бы вот так Так Изначально себя поставите Оказываетесь получается Либо идти на работу Так это там кто-то отвечает Надо нанимать специалистов Кто по образованию Инженер-конструктор По образованию Но на самом деле Больше дизайнер Потому что на практике Я получил больше навыков Нежели 20 лет назад В институте учился У меня сейчас такое Реализовать его идеи на бумаге Во всем ведет меня И прям требует местами Я его управляю Где некорректно И стараюсь То не работать Ну Елена Если вас это устраивает И вам платят за это То окей Если не устраивает То не делайте То есть это же вопрос Только к вам Стандарт профессии В каком виде будет в итоге Национальный стандарт Примет правительство И как начинающий дизайнер Ему соответствовать Это не уничтожит Фрилансеров и ИП Нет Стандарт это рекомендация К Разработке программ в вузах И к найму людей То есть по сути Это не правительство принимает А Минтруда Вот оно дает рекомендации И дает Короче в вузах Будут учить дизайнеров Сейчас у нас нету Профессии дизайнера интерьера Есть дизайнер среды Ну то есть общий дизайнер Общий А тут будет специализация появится Вот и там будут конкретно Если ты дизайнер Что ты должен знать Уметь делать Если ты обмерщик Что ты должен знать Уметь делать Какой у тебя уровень квалификации Подойдет ли тебе там Уровень ПТУ или школы Либо тебе нужно обязательно Высшее образование получить Вот такие особенности К примеру Чтобы быть визуализатором Высшее образование не нужно Тебе нужно просто там Ну как бы Уметь знать компьютерную программу И знать общие там Общие законы композиции Скажем так Высшее образование тебе не нужно Чтобы быть визуализатором А чтобы дизайнером нужно Да Потому что там Тебе нужно общаться с клиентом И есть Я сейчас углубляться далеко не буду, там очень внутренняя серьезная тема. То есть есть среднее образование, это школа, есть средне-специальное, техникуме, есть высшее образование, есть повышение квалификации. То есть это все разные уровни. И там есть градации, что ты можешь, а что ты не можешь. Но это все рекомендации. У нас законодательство разрешает любому человеку быть дизайнером. Если ты себе купил квартиру, ты сам себе дизайнер. Тебе никто не запретит делать самому себе дизайн. И тебе никто не запретит соседу делать дизайн. Ты можешь вообще на салфетке рисовать все, что угодно. И тоже будешь дизайнером считаться, если ты сам себя таковым считаешь. То есть эта деятельность не лицензируется. Вот поэтому каждый делает все, что хочет. Ну как бы это и плюс, потому что жизнь угрозу не несет. И минус, потому что много непонятных курсов, много непонятных шарлатанов. Но с другой стороны, ответственность клиента выбрать качественного исполнителя. И чтобы клиент мог выбрать качественного исполнителя, он может посмотреть. Дружище, а вот ты пишешь, что ты дизайнер, а ты соответствуешь этому, этому, этому. А есть ли у тебя вот это, вот это, вот это. И он может посмотреть у него в портфолио, на сайте, в презентации, спросить конкретно, умеешь или не умеешь. То есть у клиента есть градация, что он должен делать и что делать не должен дизайнер. То есть получается некая карта соответствия, техкарта. Никто не запрещает ей не соответствовать, но и соответствовать как бы это плюс. Вот так. То есть это не обязанность, а опция. Договор, пожалуйста, дайте. Давайте покажу. Договор. Договор у нас, пожалуйста, дается вот здесь. Дается всем, кто захочет пройти и приобрести. То есть он дается, но дается за деньги. Находится это вот здесь. Профессия. Вот у нас есть договоры. Студия дизайна. Вот он так называется. Кто за деньги не хочет, хочет на халяву. Такая возможность тоже есть. Пожалуйста. Можно посмотреть видео. Я здесь рассказываю общие концепции, что должно быть. То есть конкретно шаблона договора тут нет. Потому что шаблон договора, я на него истратил много денег. И это собственность, которую мы передаем на обучение. Если вы хотите, можете учиться. На видео вы можете посмотреть проблемы, которые бывают. Я здесь объясняю основные ситуации, какие встречаются. Вы можете с ним быть готовы. Кому нужно будет, напишите мне, напишите, что сегодняшнего эфира. И сможете приобрести, в том числе, я думаю, какую-то скидку вам организуем. Вот. Поэтому вот так. Дальше. Можно почитать ваш договор. Да, можно за деньги почитать наш договор. Институт включает, что считает нужным на свое усмотрение. Ну, в том-то и дело, да. Что считает нужным. А будет включать то, что рекомендуется. Потому что иначе туда никто не пойдет. Это же конкуренция тоже. Если ты не даешь то, что нужно работодателям, как бы стандарт, он откуда идет? Он не просто из головы идет. Он идет из того, что работодатели, профессиональное сообщество дизайнеров, руководители студии, выработали стандарты, которые нужны. И договорились, что нам нужны такие сотрудники. Мне нужен визуализатор, отвечающий таким-то качествам. Чтобы тебя взяли на работу, чтобы тебе платили 30, 40, 50 тысяч рублей в месяц, тебе нужно соответствовать таким качествам. Где ты можешь учиться? Ты можешь учиться сам в интернете по урокам. Ты можешь пойти к кому-то на коучинг. Можешь пойти к кому-то на курс. Ты можешь пойти в вуз. Ты выбираешь сам. Это свободная конкуренция. Вот как сейчас договоры говорят. Кто-то сам будет ковыряться с юристами в баталиях. Кто-то просто возьмет готовое решение, поймет, как он работает. Потому что помимо договора, помимо шаблона, нужна еще логика работы. Если просто так дать договор дизайнеру, у меня уже были такие случаи. Потом были проблемы. Значит, дизайнер просто взял договор, стал работать, но не учел там нюансы. Потому что кроме договора должно быть порядок взаимодействия. Вот этот порядок взаимодействия тоже нужно воспитать. В общем, ты обучаешься, как работать по технологии. Сдаешь условный экзамен или уровень квалификации, подтверждаешь, и тебя берут на рынке труда. Если ты соответствуешь требованиям, если у тебя есть опыт, который ты сделал, и если ты готов работать. Ты приходишь ко мне, говоришь, я визуализатор. Я говорю, отлично, покажи работу. Ты говоришь, вот моя работа. Отлично, как ты работаешь? Соответствуешь ли ты порядку работы? Да, я соответствую. Я общаюсь правильно. У меня есть соглашение конфиденциальности. У меня есть договор на работу. У меня есть юридическое лицо, которое открыто, с которым вы можете пересылать мне деньги. Я такой, отлично, ты-то нам и нужен. Готовь себя взять на зарплату. 20, 30, 50, 60, 100 тысяч рублей, сколько договоримся. Понятно? В этом суть всего вопроса. Не нашла на сайте, сколько стоит у вас обучение. Обучение очень разное. От 3 тысяч, можно вот в книге, там много чего написано, до 360. Это индивидуальная работа по созданию студия. Есть еще отдельно, там за полтора, за два или за три миллиона мы делаем студию под ключ. Ну, то есть это для бизнесов. Поэтому от 3 тысяч до 3 миллионов, можно так считать. В среднем полноценное полугодовое обучение от 100 до 300. Ну, примерно так. Но это как бы результат дается абсолютно точно. И все, кто у нас учился, дошел до конца. У всех есть отличный результат, есть кейсы отзыва. То есть есть конкретные люди, у которых все получилось. Все это можно посмотреть, если вам это интересно. Я просто не хочу на сегодняшнем вот сейчас вебинаре как бы продавать или что-то рассказывать обучение. Все-таки хочется больше с вами пообщаться. Кому это реально нужно, то напишите мне в директ в инстаграм. Мы свяжемся и все обсудим. Все, с этим договорились. Окей? Напишите прямо в директ, скажите, меня интересует то-то и то-то. Я вам напишу, мы пообщаемся и подберем что-то для вас. Возможно, даже со скидкой сделаем, если вы сегодняшний вебинар. В течение недели, например. Да, это все правильно. Справедливо полагать, что стандарт релевантен для наемной профессии. Ведь взаимодействие на уровне заказчик-исполнитель регламентируется. Да, все верно. Это именно стандарт профессии работает для наемных сотрудников. А клиент может выбирать также дизайнера. То есть, кого он выбирает. Смотрите, я когда нанимаю себе визуализатора, либо дизайнера, я могу быть как клиентом, так и представителем студии. Если вот мы только что говорили о премиум-сегменте, который сам хочет креативить, да, то есть он сам выступает как дизайнером, а вы выступаете техническим оформителем, да, или визуализатором, можно так сказать. В этом плане он тоже может выбрать себе подходящего сотрудника, понять, что не переплачивать за те функции, которые ему не нужны. Ну, в общем, примерно это так все работает. Детализация, тут нужно вдаваться. Штука полезная, кто в нее вникнет, поймет, как она работает, тот сможет построить бизнес. Это абсолютно точно. У меня уже, ну, то есть мы уже работаем много лет по этой системе. И многие ребята, кто внедряет, кто читает, слушает, смотрит, тоже по ней работают. У кого-то получается, чаще всего у тех, кто со мной работает. У кого-то что-то не получается, кто что-то недопонял. Но система рабочая, если не получается работать по системе, если не получается продавать комплектацию, если не получается с клиентом, ну, как бы объяснить, что нужно платить, это не в системе дело, это дело в том, что что-то недопонимаешь где-то в каких-то моментах. Потому что вопрос не в системе, а вопрос, получается, в торговле уже за результат То есть, условно, тебе и бесплатно не нужна комплектация? Нужна бесплатно А на тебе цена? Цена Готов за нее платить 10%? Не готов Ну тогда это вопрос переговоров А 3% готов? А 2? А 1? И дальше ты уже просто выходишь на тех клиентов, кому это надо Когда у тебя кейсы появляются Ну это уже вопрос стандартного роста профессионализма Когда вы планируете конференцию и где? Да, ребят, конференция у нас будет в Москве в октябре Сейчас скоро будут анонсы Сейчас Светлана Кутлукова, наш сорганизатор, все это делает Поэтому в Москве будет, вот сейчас как все, разрешат это дело В этом году хотим провести, потому что осенью, ой, весной у нас сорвалось Осенью, я думаю, будет Она может быть чуть менее глобальная, да, там не на 1000 человек Может быть на 300, чуть поменьше зал будет Но, тем не менее, тоже будет интересно Спикеры тоже будут и я там тоже буду с веблоком, все как надо Все как мы любим Занимайтесь только дизайном или ландшафтом тоже, если клиент с участком Мы делаем архитектурный ландшафт Ландшафтом мы не занимаемся, мы берем всегда подрядчиков на это дело Мы организуем общее благоустройство, то есть как архитектурный план делаем Это да И концепцию генплана мы делаем Так, услышал, благодарю, отлично Расскажите про вашу четырехшаговую методику Что за методика, это согласование Это отдельно, долго, там есть видео Ну, то есть там целый час можно посвящать Когда я искал школу для обучения на дизайне Нашла государственную организацию и в личной беседе с преподавателем Он сам признался, что лучше пойти в частную школу Так как после обучения у них знания получишь, но профессию вряд ли В том плане, что после обучения по факту, что получается работать в этой сфере А, ну, не факт, что получится работать Ну, это двойная тема В чем она двойная? В том, что профессия состоит из составляющих, да Первое, это умение что-то делать И второе, умение это продавать и общаться с клиентом То есть просто так ты никому не нужен, да Если ты не будешь наниматься кому-то в компанию То есть минимальный базовый набор Ты отучился и ты можешь прийти в какую-то компанию, работать в их бизнесе Если ты хочешь частную практику открыть, этого не будет достаточно Если ты хочешь открыть студию, этого не будет достаточно Но если ты хочешь выучиться только визуализации И делать только визуализации в какой-то компании да, пожалуйста, твой предел будет заработка, ну, где-то 50 тысяч, я думаю, в компании, по-хорошему, ну, тысячи долларов максимум, если ты на зарубежных клиентов будешь, там может быть до двух, есть случаи, у нас визуализаторы работали, то есть сейчас они там в Германии, в США где-то работают, то есть там, наверное, 2-3 тысячи где-то долларов, либо евро платят, это с переездом, то есть они переезжают, но там и налоги другие, и жилье другое, ну, то есть это как бы полная интеграция, это не фриланс уже идет в своем доме, а интеграция в другую компанию, в другой мир, в другую инфраструктуру, такие случаи были, то есть это кому как надо, а так, если ты частную хочешь открыть, конечно, тебе знаний в УЗИ недостаточно, в УЗИ тебя не учат, там даже не научат согласовывать, там, ну, как бы, поучат фигуры делать, да, что-то создавать, проект, но что с ним делать, как его защищать, как его показывать, как вести диалог с клиентом, этого, конечно, нет, я думаю, что многие там даже сами этого не умеют и не знают, как это делать, иначе просто если человек умеет все это делать, ему проще бизнес создать, нежели преподавать в УЗИ, зачем? Вот зачем, допустим, мне преподавать в УЗИ, какой смысл? Системные знания я передаю на курсах и деньги на этом зарабатываю, зачем мне кого-то обучать на курсах, я буду обучать тех людей, которые готовы заплатить и кому это надо, то есть это просто финансово даже, ну, в принципе, зачем? Непонятно, и там, условно, я помню, какие мы были студентами сами, что-то преподаватель рассказывает, а ты сидишь там ковыряешься в телефоне или там какие-то комиксы рисуешь, типа никому ничего не надо, вот такие вот, как бы, студенты в основном, а кому реально надо, тот найдет свой, себе возможность заработать денег, заплатить, и когда ты сам платишь своими деньгами, ну, я вот не знаю, выходили, не ходили на обучение, я много где учился, когда я сам, ты платишь деньги кому-то, ты, как бы, фокусируешься в внимании и хочешь их отбить, как минимум, вот, поэтому ты, как бы, работаешь, отбиваешь, поэтому мне такие студенты больше нравятся, а халявщики, как бы, не очень, потому что результатов у них нет, я раньше по доброте душевной многих людей брал, кто-то приходил, вообще нет денег, можно, пожалуйста, я обучусь, потом отдам, еще что-то, я говорю, ну, давай, как бы, окей, давай попробуем, не один, ноль людей из таких человек, кто вот пытался, хотел, я даже курс давал большой, у меня есть там друг знакомый, который бизнес хотел организовать, он говорит, ну, как бы, со знакомых, как бы, деньги не очень брать, я говорю, давай, ты зайдешь, я тебе все помогу, как надо, я тебе, вот, я тебе помогу настроить, вот, по системе, ты же видишь, у других получается, у тебя получится, он говорит, да, да, давай, я хочу, в итоге, там, одно-два задания сделал и слился, ну, просто ему не надо, в итоге, а заплатил бы он 300 тысяч, он бы, как вы думаете, учился или нет, я думаю, учился бы, вот, поэтому, как бы, тут бесплатная, к сожалению, не работает, это наша психология, то есть, ну, как бы, вот так, поэтому задача, конечно, чтобы человек был мотивирован, это естественно, вот, Вот это психология, я сначала с этим как бы непонятно был и не согласен, но потом жизнь все расставил на свои места. Ну вот так оно в жизни бывает. Кто готов работать, тот работает, кто не готов, тот вот сидит на месте и какие-то свои проблемы, переживания ждет их. Санкт-Петербург приезжаете? Ну редко достаточно. Как быть с налогом? Бригады хотят денег в черную, а я ответственный за проект и перед налоговой. Ну мало ли кто что хочет, давайте, ну как бы не работайте с бригадами, которые хотят в черную, работайте с бригадами, которые ИП. И пусть, ну как бы ты платишь одному ИПшнику, а он пусть сам распределяет бригадам что хочет. Либо можете взять, ну как бы по договорам заключить с человеком, типа ты ему деньги отдал под расписку, а дальше его проблемы. Просто скидывайте с себя эту ответственность и все. Так. Как на ваших знаниях зарабатывает государство? А так, ну хорошо, пусть зарабатывает. Я не против, чтобы на моих знаниях кто-то зарабатывал, я наоборот даже в принципе специально для этого делаю. Все, что я рассказываю, в том числе и сегодня, чтобы вы заработали больше денег и часть денег принесли потом мне в качестве обучения, например. Ну то есть моя задача, чтобы у вас что-то получилось сейчас мотивировать и дальше вы поняли, о, надо дальше развиваться. Ну окей, пусть не все, там 10% мне хватит, ну как бы примерно так. Где у вас студия, в которой вы сейчас находитесь? В маленькой Италии, это Подмосковье. Когда пойти учиться после архитектурного колледжа? После архитектурного колледжа? Куда? Ко мне. Можно идти учиться после архитектурного колледжа. И я всему научу. Вот так. Как вы создаете концепцию? Сразу видите под конкретные помещения идею, потом ее воплощаете. Сколько у вас вариантов дизайнерских идей? И как придумываете функционал? Или с первого раза попадаете под задачу стиля и требования заказчика? Да, с первого раза мы попадаем в функционал стиля и требования заказчика. Но почему так происходит? Потому что у нас есть методика. Методика сбора технического задания так, чтобы потом согласовывать с первого раза. У нас так методика и называется. Я ее в 2010 примерно году изобрел, воплотил. И это называется анкета и техническое задание. Если кому интересно, можете вот здесь посмотреть. У меня также есть лекция по этому поводу. Кому будет актуально, подпишитесь на инстаграм, напишите мне в директ. Я пришлю ссылку на урок, где я в УЗИ как раз. Я выступал в УЗИ, меня приглашали. И я там рассказывал эту тему. И есть запись этой темы о том, как согласовывать, вернее, как техническое задание делалось. Так, продажа, профессия. Вот профессия. Дизайн, продвинутый дизайнер, визуализатор. Вот анкета и техническое задание. Вот смотрите, мы такой альбомчик делаем. Ой, это отзывы и результаты. Вот, мы делаем вот такой альбомчик. Он позволяет согласовывать с первого раза все. Вот здесь, кстати, можно послушать, да, кому хочется больше информации бесплатно. Все, вот можно видео просто зайти, посмотреть. Такой альбомчик мы делаем вот по такой анкете. Все это мы выдаем как бы на обучение. Я расскажу, как этим пользоваться. Вот, потом делаете такой альбомчик, согласовываете его с клиентом отдельно. И когда согласовал вот это все, ты уже можешь делать. То есть, по такому альбомчику он тебе дает некие ограничения, по которым ты можешь согласовать все достаточно быстро. Вот, что нужно спросить. Вот, кстати, майндмэп можете увеличить. Да, посмотреть, какие проблемы возникают. Ну, короче, смотрите, у меня описание моих курсов на сайте, ну, якобы продающие, да, которые должны быть, оно на самом деле много чего рассказывает, как оно все работает. Поэтому, просто прочитав даже описание всех моих курсов на сайте, вы много чего узнаете, как надо. Вот здесь вот написано, как оно должно быть. А те, кто захочет обучиться, придет и я обучу. Кому этого будет достаточно, ну, значит, этого тоже хорошо. Вот, вот так мы делаем. Это позволяет согласовывать с первого раза эти все моменты. Так, окей. Все, что, заканчиваем? У нас время-то 5 минут осталось, да, насколько я понимаю. Давайте еще пару вопросов и будем прощаться. Все, что показываете, это на сайте. Да, давайте я вам сайт дам. Смотрите, вот сайт. Зайдете там в раздел обучения и посмотрите. Давайте я вам ссылочку дам на книгу еще, потому что самое лучшее, что можно сделать для своего обучения, это купить эту книгу. Это, ну, реально самое лучшее. Я плохое не делаю. Ну, как бы, как я буду смотреть в глаза людям, если я сделаю плохое. Вот, поэтому это гордость я испытываю за этот продукт. Вот он. Еще очень сильно рекомендую для начинающих, сейчас покажу еще один продукт прикольный. Сейчас. Это для того, чтобы разобраться, как идут вообще, кому и как быть. Я, помните, вначале говорил, что как дойти до миллиона примерно. Вот здесь у нас будет принцип, да, как дойти до миллиона в месяц на дизайн-проектах. Что нужно для этого делать? Тут есть, как бы, особенности, последовательность. Можно почитать, посмотреть. Вот. Быстрый старт. 50 тысяч, 150, 300, 500 и миллион. Это не значит, что вы будете зарабатывать такие деньги. Да, это не золотые, как бы, горы. Это стратегия, которая позволяет это делать. Чтобы зарабатывать 500... Откуда идет заработок вообще, в целом, на профессии? Он идет от компетенции, от собственных. Быстрый старт. Ничего не знаешь. Зарабатываешь ноль. Ничего не зарабатываешь. Только студент. Кто тебе будет платить? Да не за что тебе платить. 50 тысяч тебе платят, если ты визуализатор, либо дизайнер, нанятый, например. Хорошо выполняешь свою функцию. 150 тысяч тебе платят, если ты ведешь частную практику, либо мини-бизнес организовал, взял себе пару помощников. Просто физически, потому что у тебя будет 3 проекта, которые ты возьмешь по 100 тысяч, например, и у тебя будет выходить в месяц 150. 300, ну, себе оставлять. 300 тысяч ты будешь зарабатывать, если ты уже студию создал. Если ты подключил комплектацию, авторский надзор, управление строительством. То есть, если ты ведешь проекты полностью, и у тебя уже система какая-то есть. 500 тысяч это, если ты дополнительно, допустим, поставками занимаешься. Если ты делаешь, стройку ведешь, генподряды организуешь. То есть, это не волшебство, это просто каждую эту тему надо организовать. И миллион с плюсом ты зарабатываешь, если ты стал известным дизайнером, если у тебя есть свои философии и концепции. Если ты работаешь с зарубежными клиентами, у тебя топовые проекты. Либо ты там занялся блогингом, либо свою школу, курсы открыл. Все это тоже совместно с общим творчеством темы дизайна тебе добавляет очков. И у тебя тогда получаются эти суммы. Это конкретная пошаговая методика, как до этого дойти. Не то, чтобы дойти, а какой путь должен быть у вас. А дальше ты смотришь, какие у тебя навыки есть. Всего 7 навыков должно быть. Они здесь тоже написаны. В общем, я рекомендую, кто хочет зарабатывать, почитать внимательно эту тему. Здесь абсолютно конкретная, четкая пошаговая инструкция, как это сделать. Я вот ее просто описал, как это делается у меня. Вот он, майндмэп есть, вот такой. Все есть. И это стоит там очень недорого, типа как книга. Вот люди, которые уже это сделали. Посмотреть можно живых. Поэтому вот это тоже я рекомендую. Но это вот что недорого, да, и какой первый шаг можно сделать сразу же. Абсолютно это каждому доступно, там типа по цене обеда в ресторане. Так, ссылку на страницу. Сейчас дам. Ссылку на страницу. Так. Вот ссылка на страницу. Да, все остальное можно на нашем сайте посмотреть. Смотрите, ребят, спасибо, что были с нами. У меня очень много чего есть, и все системно разложено по полочкам. Я систематизации информации в дизайне интерьеров посвятил 17 лет жизни. Поэтому я знаю очень много и с примерами, с конкретикой, и умею разложить и передать это. Просто в зависимости от того, какой у вас уровень, новичок, вы профессионал студию хотите. У вас будут разные задачи, разные продукты и разные решения. Кому-то книги хватит, кому-то нужно будет коучинг брать за 360 тысяч. Вот, то есть, тут очень разные вещи. Напишите мне лично в Инстаграм. Так, кстати, ребят, подписывайтесь в Инстаграм, кто еще не подписался. Я здесь выкладываю полезности, видео, эфиры и так далее. Вот, будем с вами общаться, знакомы. Я достаточно открытый человек, то есть, я конкретно могу посоветовать, сказать что-то. В Телеграм-канале, кстати, у меня еще есть Телеграм-канал, там я отвечаю на вопросы. Так, TMI System Club он называется. Вот, у меня есть канал, где я отвечаю на разные-разные вопросы. Вот здесь. Каждый день я выкладываю какой-то вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну, как сегодня я вам отвечал примерно, да, я также выкладываю здесь каждый день какую-то тему новую. Вот, подписывайтесь. Называется канал Станислава Орехова. Вот он так называется. TMI System Club. Где он там? Вот он. Сейчас я скину ссылочку. Будем тогда на связи. В принципе, наверное, тогда, что у меня все. Спасибо за эфир. Я вписался в назначенные полтора часа. По-моему, все было интересно и полезно. Стас, да, очень круто. Спасибо тебе большое. Я хотел еще, чтобы один человек тебе помогал рукой. Серега. Да. Стас, привет. Привет, Серега, привет. У Сергея, кстати, сегодня день рождения. О, поздравляем. 26. 26. Супер. Уже многого добился. А тебе 24 же? Да, мы всех обманываем, что мы очень молоды. Вот. Да, на самом деле очень круто. И я очень рад, что мы делимся опытом. Но это наша, как сказать, не то что… Да, это наша миссия, да, это наше внутреннее убеждение, которое мы действительно от всей души, от всего сердца несем, и мы как раз и подозрались, подобрались. Нет, подбираются такие люди, которые готовы это делать, и я очень рад, что, Стас, ты тоже в этой обойме тех художников-передвижников бронебойный патрон в нашей обойме. Слушайте, ну, всегда там все ноют, вот у нас не так, вот у нас там что-то не то. Давайте самое главное, что только мы, как бы, сообществом только и можем менять. Никто, как бы, кроме нас ничего делать не будет. Поэтому давайте больше активности, больше внедрения, больше какой-то логики, да, и осмысленности. Вот что хочется пожелать. Да, спасибо, спасибо, Стас. Воним, просто спасибо. Спасибо, Стас. Пока. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...